Две ракеты на территории Польши вчера. Все знают уже эту историю и так далее. Сегодня целый день были реакции и НАТО, и украинских политиков, и социальных сетей, и многих других европейских различных президентов, политиков и так далее. Статья 5-я устава НАТО не будет запускаться, потому что есть часть заявления, вы знаете, что это была не российская ракета, это часть заявлений противоположных, и что виновата все-таки Россия, и страшное возмущение в социальных сетях, почему нет должной, так сказать, реакции Запада. Что вы скажете? Был бы я начальником диверсионного отдела Главного разведуправления Генштаба Российской Федерации, я бы поставил задачу проложить маршрут ракеты, любой ракеты российской, между зенитно-ракетным комплексом и границей Польши. И тогда выход ракеты из ЗРК украинского уходил бы в сторону российской ракеты, а обломки упали бы на территорию Польши. И даже если бы ракета не попала, или одна или другая противоракета украинская, они бы шли на Польшу, а там бы уже нанесли какой-то вред, и того же точно. Это такая хорошая спецоперация, уровень выполнения военными, по крайней мере, и они иногда такого рода операции проводят. Потому до какой степени и что было произведено, это уже решит та следственная группа, которая будет заниматься межправительственной, и, скорее всего, этим, пока он, я так понимаю, попадает в разряд пограничного инцидента. Вот что привело, и определенно будут проведены причинно-следственные связи, вычисленные, а уже дальше, я думаю, следственная группа скажет, кто здесь виноват. Но я думаю, это была такая проверка, есть военных сленг, такая проверка на вшивость НАТО. Россияне проверяли на вшивость НАТО, как они на это отреагируют. Причем это вот такой, и проверка даже не прямая, не прямого действия, а, наверное, больше гибридная проверка. Ну, натовцы вряд ли будут что-то сейчас говорить, так как прекрасно понимают, что очень сложно доказать какие-то моменты. Ну, я думаю, будут проводиться эти расследования. А натовцы должны ответить таким же образом, асимметрично. Передать, допустим, нам десятка, два, три атакамсов, а мы их уже вывалим на голову в Крыму российскому военному флоту Черноморску. Потому, я думаю, вот такое решение будет самое оптимальное. А то, что политики сейчас делают заявление, это, скорее всего, пока не принял определенный центр, который принимает решения, не принял, как будут действовать. Потому они сейчас принимают все, то есть озвучивают все политические решения, так сказать, направленные во все стороны. Мы видим вот такой букет заявлений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!